Привет всем! С вами Бетти. Недавно мы полностью поменяли нашу квартиру. Я переехала в другую комнату и решила снять для вас рум-тур. Я не совсем уверена, что выбрала хорошие обои. Возможно, я их поменяю, но пока как есть. Я живу в квартире с родителями и младшей сестрой Джейн. Сейчас мама с папой на работе, а Джейн в детском саду, поэтому никто нам не помешает снять рум-тур. Начнем с моей комнаты. Как я уже сказала, возможно, я поменяю обои, но сейчас они вот такие, с зелеными листьями. На подоконнике у меня стоит вот такой прикольный светильник в виде кукурузы и цветок. Цветку я дала имя. Его зовут Вилли, но скажу честно, не очень ему со мной живется. Я часто забываю его поливать, поэтому иногда он грустит. Хорошо, что мама периодически его спасает. Это мой шкафчик с одеждой. Все летнее я уже почти убрала. Осталось только любимое платье, на случай, если нужно будет пойти куда-то нарядное. Рядом шкафчик с личными вещами. Снизу косметика и лак для ногтей. На второй полке пенал с ручками, карандашами и маркерами. А тут шкатулка с моими избережениями. Периодически я устраиваюсь работать в интересные места и у меня скопилась приличная сумма, пока не придумала, на что ее потратить. Дальше у меня моя любимая игрушка-ананас, а еще наушники с татуэткой в виде собаки. Мне ее Оль подарила. А на самом верху коробка, где я храню сценарии, которые дают нам в театральной студии. Как-нибудь сниму вам лог оттуда. Еще есть открытка и мой личный дивник. Туда я записываю интересные мысли и моменты, которые хочется запомнить. Тут стоит рюкзак, он пустой, в школу я ходила с другим сегодня. Письменный стол и стул. Стул у меня тоже новый, он супер удобный. На столе лежит поп-ит, баночка газировки стоит, мой ноут, микрофон для озвучки видео и учебник. На полке еще куча учебников, есть еще один пенал с канцелярией и камеры для съемок влогов. Еще есть доска, на ней расписание, шпаргалки и фотки с любимыми подругами. Есть в моей комнате зеркало и пуфик. Очень удобно тут подкраситься или прическу красивую сделать. Так, еще один рюкзак. С ними я сегодня в школу ходила. Тут у меня ручки, учебники, ланчбокс. Я брала его с собой на перекус. Кстати, съела не все, подкреплюсь орешками. Надо не забыть потом его помыть. Со мной в комнате живет Тоби, тут его лежанка. А тут игрушки Тоби. Есть еще кольцевая лампа, конечно же, для съемок. Моя кровать. И да, я все еще сплю с мягкими игрушками. Мне так уютней. Вот так выглядит моя комната. Это еще не окончательный вариант. Хочу все-таки поменять обои и добавить что-то в интерьер. Возможно ковер. А это комната младшей сестры Джейн. У нее типичная детская комната, забитая игрушками и разными штуками для детей. Давайте по-быстрому тут все посмотрим. Полка с конфетами, слаймами, игрушками. Прикольный желтый шкаф стоит в комнате Джейн, но открывать я его пожалуй не буду. Боюсь на меня оттуда все посыпется. Знаю я Джейн. В следующем году сестра идет в школу, но очень пока любит игрушки. У нее их много. Вот игрушки и еще игрушки. Тут стоит столик для творчества, так сказать. Джейн тут рисует, смотрит мультики, лепит. Конечно и кровать тут есть у нее. На кровати лежит пижама и мишка. Висят рисунки Джейн. У нее есть прикольный светильник в виде совы. И цветок в детской тоже есть. А это наша кухня и гостиная. Родители решили объединить их, чтобы у всех была своя комната. На стене висит телевизор и конечно цветок. Полка с книгами, шкатулкой, статуэтка и прикольной декоративной лампой. Очень удобный диван у нас с подушками. Тут мы устраиваем семейные просмотры. Возле дивана стоит стеклянный столик, на нем ваза и постелен белый ковер, чтобы было уютней. Дальше идет зона кухни. Ков, в котором снизу хранится посуда, а на верхних полках продукты. А еще наверху стоит кастрюля и любимые мамин цветы. Вы уже поняли, что у нас их много. Холодильник с продуктами. В морозилке тоже что-то лежит. На плите стоит кофейник, есть мусорное ведро, висят кухонные принадлежности и полотенца. На полках разные мамины приправы, вилки с ложками и средства для митя посуды. Ну конечно стол, на нем чашка с фруктами. И миски с кормом для наших питомцев. А это спальня родителей. Я ее еще ни разу не показывала. В углу стоит большой цветок и вентилятор. На стене висит картина, которую папа купил на аукционе за очень большие деньги. В комнате есть шикарная кровать и большой ковер. По бокам стоят мини-столики для ночников и разных вещей. Ночники у родителей тоже необычные. Куплены в каком-то антикварном магазине. На подоконнике коробочка. В ней мама хранит свое кольцо с сапфиром. А еще ваза с цветами и арома свеча. Переходим к прикроватной тумбе. Для начала заглянем, что внутри. Сумка, еще сумка и утюг. Хм, странное сочетание. Ну да ладно. А на тумбе у мамы лаки, зеркальца, духи и крем для рук. Мама очень любит читать, поэтому у нее тут много книг. А папа больше любит ноутбук. Он очень много работает. Тут в пакете у мамы неразобранные покупки шопинга. Поставим пока сюда. Это родительский шкаф. Тут внизу полотенце. Потом идет папина одежда. А наверху мамин одежда. Закрываем шкаф. На шкафу у мамы хранится еще одна сумка. И в коробке документы. Наш кот сразу полюбил комнату мамы и папы. Поэтому его лежанка стоит у них. Хотя чаще всего он спит на их кровати. Ну и осталось показать вам ванную комнату. Начнем с раковины. На ней прикреплена полка. На полке мыло, щетки, зубная паста, расчески. Рядом висит полотенце. Дальше стоит унитаз. Без него никак. Потом душ с разными шампунями, келями для душа. Есть коврик небольшой. Тут этажерка для хранения ванных принадлежность. Разная косметика, фен, салфетки. Снизу чистые полотенца и туалетная бумага. А тут стоит лоток для нашего кота Бума. И ванна, чтобы можно было полежать, расслабиться. В общем ванная комната у нас достаточно большая. Много всего в нее поместилось. Вот такая квартира. Надеюсь вам понравилось, как у нас все устроено. Больше всего конечно я люблю свою комнату. Субтитры сделал DimaTorzok. Напишите в комментариях, как вам рум тур. Спасибо, что смотрите мой канал. На сегодня все. Всем пока-пока.